МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раз в неделю их обязательно можно встретить в одном из московских джаз-клубов. Традиционный джеймс-эйшен – музыкальный пазл, где от каждого по мелодии, каждому по таланту. Контрбасист Макар Новиков, барабанщик Александр Машин и пианист Яков Окунь. Джаз-клуб по интересам. История перкуссиониста Ивана Коновальцева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я когда начал заниматься на контрабасе, я сразу понял, что это мой инструмент. Мне нравится, что он большой, нравится то, что я его несу на себе, нравится, что у него струны толстые, тугие. Все нравится. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Макар Новиков, 24 года. Уже седьмой год шокирует жителей подмосковного поселка Малые Веземы подозрительно внушительным видом. Этот вид студент института имени Баумана приобрел, когда бросил технический вуз и поступил в музыкальную школу имени Дунаевского. Любовь к большому инструменту нагрянула внезапно, особенно для его родителей. Мама, учитель географии, сначала не поняла. Поддержал папа, полярник. Вернее, он был полярником. Когда Макар начал новую жизнь, его отец с нею простился. Мой отец трижды зимовал в Антарктиде. И у него была еще мечта попасть на станцию Восток. Такая в Антарктиде станция, которая находится на куполе ледяной шапки. Он хотел попасть туда. И как раз он должен был уехать в очередную экспедицию. Уже подготовил все документы. Оставалось буквально две недели до его отъезда. И тогда произошло несчастье, когда он погиб. Мне было 18 лет, когда он погиб. Как раз я только поступил в училище. То есть был у меня самый такой сложный период в жизни. То есть я вроде как бы бросил что-то старое, начал что-то новое. То есть непонятно, что тут. Какая ситуация в семье. Ну, на самом деле он меня поддержал в тот момент, когда я начал заниматься музыкой. И, в общем-то, благодаря ему я так, в общем-то, поверил тоже в себя. Ну, нужно было быстро понять, чем заниматься вообще в жизни. Ритмор — это животное чувство. Наверное, поэтому мне так и нравится играть на барабанах. Александр Машин, 33 года. Представитель ударной питерской школы. Его сам Игорь Бутман среди местных выделял. Однажды и в Москву за собой переманил. Сегодня Машин — один из тех редких аккомпаниаторов, которые стоят порой дороже солиста. Практика, практика и еще раз практика. Уже 20 лет дробные рисунки по много часов дрожат в оконных рамах. С тех пор, как дрожащими от волнения руками распаковал Машин свои первые барабаны. Я их тут же поставил дома и начал калашмазать со всей дури. Через неделю ко мне постучали в двери и сказали, «Саша, ты мог бы хотя бы сегодня не играть?» Моего мужа избили, у него с трясением мозга. «Хотя бы сегодня, пожалуйста». В общем, после этого я уже нашел джаз-клуб «Квадрат». И те барабаны к нам я поставил в этот джаз-клуб. И бывало, что я неделями там оставался, ночевал, занимался ночью. Была одна забавная история, когда часа в два ночи я продолжал заниматься. Уже джаз-клуб давно закрыт, вахтеры спят, уже никого нет в ДК. ДК пищевиков называлось место. И каким-то образом пробрался туда человек, видимо, разбудив вахтера. В общем, пришел человек с топором и сказал, что если я не перестану заниматься, то он меня разрубит фарш вместе с моими барабанами. Музыка и фотография. Раздвоение профессиональной личности Александра Машина. Вечером – джаз, утром – улица, в профиле анфас. 12 лет назад барабанщик добавил к ритмичному грохоту тихий щелчок фотозатвора. Я снимал даже целую историю про беженцев на Кронном Карабахе. Это люди, которые живут до сих пор в лагерях. Целое поколение, которое выросло на глине. Не в домах, а в таких хижинах, которые сделаны из соломы и обмазаны глиной. То есть стены – это солома с глиной. Вместо пола, вместо досок – глина в домах. В каждом доме плитка, на которой готовят еду электрическое, телевизор, стул, кровать и портрет Гидара Алиева. Все, что они видят в своей жизни. А ты сейчас больше фотограф? Музыка – это более серьезная моя основная профессия. Даже это не профессия, я не понимаю, как работаю. Это просто образ жизни, наверное. Я очень четко чувствую биение молотка в струну, когда я нажимаю на клавишу. И ты знаешь, как этим управлять. И это ощущение очень приятное. Музыка – это очень приятное. Яков Окунь. 36 лет. Лидер. И на сцене, и в жизни. На сцене лидирует в группе «Мосгортрио». В жизни еще недорослем отличился. Компания на компанию, двор на двор. Как результат, в музыкальное училище имени Гнесиных поступил лишь, когда врачи сняли гипс. Впрочем, поступление как таковое – не тема для разговора. Особенно с папой, знаменитым джазовым пианистом Михаилом Окунем. Династические настроения не в его характере. Полная свобода выбора. Хочешь – слушай рок. Хочешь – играй классику. Хочешь – иди по стопам. Яков, конечно, хотел, но стремление свое не афишировал. Папа, например, вообще об этом даже не знал, что я серьезно занимаюсь. Потому что я стеснялся заниматься дома при нем. Занимался тогда, когда его не было. А потом меня определили в класс ансамбля к Батхину Николаеву. А папа преподавал в училище. И вот он какой-то один из приходов на свои занятия встретил Колю Батхину. И Коля ему говорит, Миша, а хочешь послушать, как Яша играет? Он говорит, да. А он что-то играет? Он говорит, да, играет. Вот он в ансамбле учится. Он говорит, интересно. Давай. Ну, спустился и послушал ту запись, которую мы сделали. Был очень удивлен тем, что, в общем, действительно сын не просто занимается, а что даже какие-то уже небольшие успехи в этом есть. Я думаю, это было первое, на что он меня похвалил. Возможно, это мне в некотором смысле дало такой дополнительный заряд энергии для того, чтобы продолжить. Раз в неделю, в отрыве от производства концертов, корпоративов и презентаций. Для себя и для тех, кому просто импровизация нравится. В одном столичном джаз-клубе музыканты собираются на джемсейшн. Сегодня друзей приглашает певица Анастасия Глазкова. Джем – сладкое слово. Сладкая возможность выйти на сцену любому, кто знает стандартный мотив. Когда надо – соло. Когда надо – в сторону. Главный джазовый принцип. Обычно я закрываю глаза и просто стараюсь максимально открыть уши. Мы же общаемся с звуками. Поэтому просто такие большие уши, закрываются глаза, и я слышу каждого музыканта и пытаюсь с ним взаимодействовать как-то. Сейчас стало модным это слово «джаз». И люди иногда не понимают, хорошая музыка на сцене или плохая, хорошие музыканты или плохие. Для меня главное, чтобы были на сцене музыканты, которым мне нравится играть. Чтобы кто-то хотя бы слушал, кто понимает для кого-то, чтобы было играть. Это главное. Хайф невозможно объяснить с точки зрения технологического процесса или технологии. А удовольствие самое главное – то, что джазовую музыку отличается от любой другой. Это вполне регулярный ритм, точный очень. Но этот ритм воли и музыканта немножечко так расшатывается, что ты чувствуешь, что под этим можно танцевать. Вот если под этим можно танцевать, какой бы сложности музыка ни была, и все свингуется по-настоящему – это джаз. А если нет, тогда это джаз, но не очень. Субтитры создавал DimaTorzok